Одно из гениальных решений лэмдровера, под хайджек, вставляешь сюда хайджек и фиксируешь пальцем, офигенно, и вот еще один интересный момент, вот все по привычке ищут открыть капот, ну я точно так же сейчас вот сел и такой думал, так, а как открыть капот, хотел открыть, давайте откроем капот и посмотрим, бац, нету, коробочка какая-то у нас непонятная, которая вот здесь стоит, но рычага открывания капота нету, Давайте искать где у нас рычаг капота, обходим у нас и что у нас получается, посмотрите, посмотрите, и рычаг бац у нас и находится с этой стороны, вот он, вот ручка открывания капота, бац, мы открыли капот, а почему она здесь, а давайте догадаемся, а почему она здесь Потому что он праворукий был изначально по конструкции. Потому что этот Land Rover был праворукий. И переключение, точнее открывание капота находится у нас под пассажирским. И еще ручник у нас находится здесь в ногах, который на дальняках, как ты говоришь, мешает. Он мешает, мешает здорово. А вот если бы он был праворукий, он бы находился бы у меня, получается, вот с этой стороны, да? Вот тут и пользуешься. А по идее его перенесите вот сюда. Да. Но они же его оставили вот здесь вот под коленкой. Понимаешь, он иногда реально мешает, конечно. Итак, давайте заглянем в сердце нашего Land Rover и посмотрим, что же здесь такого вот у нас. Посмотрите, у всех Land Rover почему-то в верхней части находится или компрессор кондиционера. Это компрессор кондиционера. Да, вот или генератор. Но я даже у Discovery, у Discovery, у них точно так же верхнюю часть. С одной стороны правильно оно выведено. У немцев, у японцев, они все с правой стороны и опущены вниз. Они в нижней части. И ремнем почему-то крутится снизу. Здесь где-то генератор находится и так далее. Но здесь вы посмотрите, все как... Ну вот, за что я говорю. Вот смотри, видишь, она сопливит? Прокладка вот этого вакуумного насоса. Вот что мы сделали. Мы взяли вот это хозяйство, просто обрезали вот эти панкрытки, не вставили алюминиевые вставки и все. Ну я просто не стал заморочить голову с этим. Ну тоже правильно. Ну это Ford Puma обычный 2.4 топливная рампа. Он, да, он Дельфовский, то есть он простой, там ничего в нем сложного вообще нет. Самый простой. Да, и смотри, еще в чем прикол. Вот они ландровер, да, чтобы помыть радиатор, да. Тебе, чтобы на рейнже помыть радиатор, тебе нужно отдать 500 долларов, чтобы его разобрали. Ну конечно. Тут ты берешь, вот выкручиваешь болт, вот два болта, и вот. И вот эта вот штука снимается, и вот он, весь этот сэндвич между радиатором кондиционера и радиатором двигателя, расстояние вот такое. То есть берешь керхи, помыл, бац, крышку и поехал. Я это делаю раз в год. Ну вот. Просто мою, и он не греется, и кондиционер работает без проблем. Ну мы патрули в принципе так же снимаем, у нас не сверхсложно там добираться. Ну патрубки нужно тяжело отнять, отсоединить нижнюю. Вот ты просто вот эту крышку ты снял и все. То есть они вот продумали это все. Вы видите, как выглядит передний силовой бампер, в принципе обычная труба. Я так понимаю, это ты рассчитывал для... Смотри, я тебе сейчас покажу. Это одно из гениальных решений ландровера. Давайте подумаем. То есть мы берем, например, да. Так, а ну. Берем вот такой лажный ящик, да. Так. Вот смотри, вот хайджек, да. Взялись на всякий случай, если что-то под это самое поменяться, да. То есть это решение придумал ландровер. Они его, по-моему, даже запатентовали. То есть у нас есть вот такой вот кронштейн. Под хайджек. То есть все же прекрасно знают, что... Да. Видели, как падали машины? Конечно. Когда он съезжает, мы даже делаем специально ниши для того, чтобы хайджек у нас не плавал. А теперь посмотрите. И ты вставляешь сюда хайджек и фиксируешь пальцем. Офигенно. Все. Ты представляешь, как вот это можно оторвать? Как его можно сорвать? Ну вот прикиньте. Причем, причем, продуман бампер расстояние. Вот если сейчас поставим хайджек, расстояние вот что вот здесь, что впереди одинаковое. Понял? Высота. Я помню, в которую будем ставить, чтобы она спокойненько. Да, у меня же на нее три комплекта резины. В принципе, наша монтажка я не пользуюсь. То есть я в гараж приехал, захайджетился быстренько, скину, а я фотку вчера скидывал. Да, да, я помню, что ты как раз перебыл. Ну, видите? То есть вот, вот, вот. Можно купить, кому лень пользоваться ручным, да, хайджекным, купить ARB-шный гидравлический. Поставили себе, клац-клац, подняли себе, никакого усилия руками, не нужно напрягаться и все. Но вот это реально круто. Вот это, вот это решение ландровера. Это для того, чтобы, ну, к примеру, давайте я вам мельком покажу. Это чтобы машина не упала. Да, на патроле. Патрол, передний силовой бампер. Если мы хотим установить нам хайджек для того, чтобы мы подняли, у нас есть места, в которые мы в основном цепляем где-то здесь. Для того, чтобы у нас в какой-то момент, если мы меняем эту сторону, мы ставим его или в эту, или в эту сторону. Смотрим, где у нас какой уклон по почве. Для того, чтобы он хоть как-то у нас упирался и никуда не съезжал. В ARB-шных бамперах в передней части есть вырезанные круги такие, в которые вы вставляете хайджек, и тогда вы можете только поднять автомобиль. Вот, видите. А у ландровера, вы видите, как это все шикарно продумали, через вот такие вот отверстия в бампере сзади, видите. И то же самое сделали в передней части их два. Но в передней даже там их по два на сторону, прикиньте. Если вам нужно это колесо, вы вставили эту приблуду, такую я ее так назову, или в эту сторону, если вам нужно посередине, все зависит от того тоже, на какой вы почве и как стоите. Ну, реально шикарно, реально крутое решение. Нужно это, я бы так сказал, продумать. И в некоторых бамперах, которые силовые мы изготавливаем, это воплотить жизнь. Поэтому, видите, тоже алюминиевая защита. Да, ну, защита, да. Там моста защита этого самого редуктора. Почему? Потому что ты же сам знаешь, да? Да, скрывается, а все это потом при ударах. Мосты, вы видите, очень сильно похожи на патроловские. Также все, в принципе, их действие идет через клюшку. Но соединение шаров, вы видите, насколько проще сделано. Это не так, как цельный мост у патрола. Отдельно шар идет. И потом вы только через внутреннюю часть шара вынимаете полуось со шрузом. Здесь чуть-чуть конструкция, чуть-чуть по-другому сделана. Ну, так, а ну, рассказывай, какой прикол. Есть у ленд-ровера очень интересный прикол какой-то, который я сам не знаю. А ну, давай расскажи. Давай, так. Я надеюсь, мы не будем за ним бегать сейчас? Точно она на понижайке стоит? Или мы... Ну, давай, так. Ну, это да. Пониженный ряд настолько, что вы видите, ленд-ровер можно оставить... В смысле, в чем он идет с фишкопотным строем? Вот. Вот. Понижайка настолько низкая, что вы можете спокойненько его тыркнуть, если вам нужно куда-то и ехать себе вот тут. Все. И он себе едет. Это ленд-ровер. Вот почему они, я так понимаю, теперь ключ сделали с левой стороны. Для того, чтобы вы могли... Лучше один раз на Афроде. Мы же поставили, встали себе. Поставили палатки. Подъехали, поставили с машины. Оставим же как? Между деревьями. Ну, и кто-то хотел с пацанов. Давай музыку включим. Говорят, а там, говорю, аккумулятор сел. И все. Он заводится, упирается в елку и стоит, копает. Ну, это хорошо, что так, а не вы полетел. Я вот так, говорю, отошли от машины, ключи забрал, все, до свидания. Да, потому что по глупости можно натворить еще, блин, чудес. Ну, я почему всегда и ставлю машину, всегда стараюсь между деревьями. Да, да. То есть стараюсь... Ну, чтобы он куда-то не покатился или еще что-то. Да, и он уже, слушай, покатился. А так уперся в дерево. Да, все может быть. То есть вот этот предохранитель сработал. Во. Давайте теперь покажем вам сам багажник. Вот самое интересное, что мы еще вам не показали. Посмотрите. Это объемы этого багажника и размеры. Они, как всегда, поражают у Ленд-Ровера, потому что квадратная форма. Поместиться сюда может, ну, все, что угодно. Видите, маленькая лестница, вот, которая защищает у вас еще и два задних фонаря, два нижних стопа и поворотники. Потому что все, вот видите, вот в таком вот форме, все в круглой форме. Такое же, которое у нас сейчас идет, я так бы так сказал, на прицепах. Нет, так они идиотные, кстати. Ну, и вообще прикольно, вы видите. Ну, огонь. В общем, вот так вот, видите, у нас лестница, которая ведет на крышу, на экспедиционный багажник. Объемы багажника огромнейшие. То есть здесь стояли еще два боковых таких кресла, которые откидывались у нас с одной и с другой стороны. Мы могли спокойненько сюда поместиться. И спокойно могло разместиться семь человек. Ну, которые могли спокойно... Можно и больше, если нужно. Но багажник шикарный. У нас есть еще Ленд-Роверы, в которых люди нам привозили. Мы смотрели, они переделывали их под такую турель посередине круглую для охоты. И стояла посередине у нас держатель для ружья, в котором они находились. И сидушки находились... Не было переднего ряда... Второго ряда сидений, а только по бокам плоские. И вы могли зайти через так же боковые, поместиться здесь, сидеть. И посередине стояла турель, и вы могли охотиться, приезжая на охоту. И, ну, многие охотники используют вот эти автомобили именно для таких целей, чтобы кататься, ну, на экспедиции, но и охотиться для охоты. Вот, вы видите, да. У ТМР наше. У него уж нет жабр. По сути, а, нет, у патрола есть. У патрола есть, у крузака есть, жабры есть. Здесь жабр нету. И в инструкции написано. Прикиньте. В инструкции для дураков. Я сколько лет... Я пять лет проездил, я не понимал, у меня машина потеет. Я уже думал, что-то туда врезать. У нас думал, это поставить какие-то там, купить жабры, поставить их, врезать уже. Ну, блин, жалко кузов, ну, курочить. Ну, да. Написано. Открой на проветривание окно. Вы поняли? Все. Для того, чтобы у вас... Для дураков написано. Вот так вот не потела задница, задница полностью автомобиля, и заднее стекло не потело. Приоткрывайте на проветривание. Даже когда снег, когда дождь, оно сильно туда не попадает. Вот и все. Вообще. Отличие у патрола, смотрите, вот сразу же. Жабры есть. Жабры. Вот эти вот жабры, которые у нас находятся сзади, вот. Они для вентиляции, для того, чтобы у вас продувался воздух. Вы даже открываете дверь, открою, я сейчас закрою дверь, у вас жабра начинает играть. Она открыла, все. Она убрала вот тут вот избыток воздуха, который был, оно продувается. У нас постоянно вентилируется в салоне воздух, и не потеет стекло. У Land Rover, ну, не было в те годы, поймите, инженеры не настолько еще могли продумать это. Поэтому приходится, видите, открывать вот это стекло. Виталик, они могли бы продумать, но просто англичане настолько консервативные люди. То есть вот эта машина, она собиралась на заводе в Салихале. Только вот дискари, фрилендеры, рейнджи собираются по всему миру. Почему они выпускали... Именно эту комплектацию, SWX, да? Нет, вообще Defender и серия 1, серия только в Салихале. Все, больше нигде. Тут в этой цене, в этой машине процентов, наверное, 40, это зарплата англичан. Потому что в Англии самые высокие зарплаты у рабочих людей. Самые высокие. Потому что в этой тачке, я живу, что больше, наверное, 40% это зарплата. Ну да. Вот. Поэтому они их собирали... Так, ну они собирали, и ты имеешь в виду, что они... Это настолько консервативные люди, что там что-то поменять, это, ну, очень-очень-очень сложно. Заложили в 1948 году. Да, и все. Вот мы делаем вот так, и все. То есть сколько писали письма люди по поводу дискаря 3, по поводу этого мотора 2.7. Все же знают, это жуть, мрак и тоска. Они сказали, чуваки, если вы можете за 80 тысяч фунтов купить машину, то 5 тысяч фунтов раз в 5 лет вы можете найти, купить шортблок. А если вы такие умные, сделайте лучше. Все, ответы вот такие. Англичане просто... Это нация, которая себя настолько любит. Да, еще хотел показать. Аккумулятор в этом автомобиле расположен, для тех, кто не знает, вот, он находится под сидушкой. Здесь правильно уже сделано, выведенный размыкатель массы, это я уверен. Это на лебедке. Это у тебя на лебедке. А второй обычный, да. Потому что по-любому он должен быть здесь. Поскольку добраться к нему в какой-то критической ситуации, если у вас замкнет проводка или еще что-то произойдет, вы просто реально не можете. Все, вам нужно пока разобрать эту переднюю крышку, или я не помню, даже снимать сидушку. Сидушку снимать надо. Нужно снять сидушку, чтобы добраться до аккумулятора. У нас была одна такая критическая ситуация, когда-то в Карпатах, да, когда у нас на наших глазах перевернулся, похожий Defender. Перевернулся. Белорусы? Да. Да, да, я знаю эту ситуацию. Это на наших глазах, мы как раз ехали, это все произошло. Ребята сидели в салоне, они как-то были не пристегнуты, им чудом повезло, они оказались сзади в багажнике. Их перекинуло, что да, и мы еще помогали, вынимали это все, их оттуда. И когда мы к ним подбежали, водитель сам кричал, быстренько выключите у меня там массу. Он еще, выключите массу, у него там голова вся в гематомах была, но мы под сидушку, и сюда еще выключали ему массу, что он продумал. Потому что она лежала на крыше, и тогда, не, она легла у нас на колеса тогда, и мы тогда вынимали оттуда ребят. Но даже такие ситуации, но и к чему, что каждый владелец, дефендер обязательно себе ставит такую массу, чтобы в какой-то ситуации не обязательно вот проводка замкнула или еще что-то. Как вы пока снимете эту сидушку, она загорит уже все-все просто. Ну я еще поставил выключатель массы, видишь, флажковый, который, что ты можешь выкинуть, пошел, ну как противогонка может работать. Ну то есть если кто-то не соображает, то не заведет. Ну и еще смотри, по поводу аккумулятора, родной аккумулятор, лендроверовский, черная варта с наклейкой лендровер, знаешь сколько лет проработал? Ну лет 5-7, больше, 9, причем высаживал его лебедками, в хламину, то есть там и 30% на разряда в нем осталось. Была такая ситуация, что я эту машину бросил вообще на где-то месяцев 8, я даже не заводил, закрыл, и мы уехали с женой. Потом мы приехали, завести ее нечем, подкуриться нечем, подкурить неким, я взял, вытянул лебедку, взял папу Mitsubishi Outlander, прицепил, с толкача ее завел, и она уехала. Сделай это на рейнджовере. Да, да, да. Не сделаешь никогда. Это вам не гелевый, не АДЖМовский аккумулятор, это обычный щелочной. Да, щелочной, сейчас стоит АДЖМ, я просто выбросил оригинальный, он закончился, я его поменял в 2015. В 2015 году. Ага, ну вот. Вот, ты представляешь, сколько он проработал? Это прикиньте, сколько лет аккумулятор живет. Раньше жили аккумулятор, да, я сам помню, на всех своих автомобилях, там, ну, 4-5 лет аккумулятор служит. Сейчас, полтора-два года, разряды очень сильно боится. Три-четыре раза разрядил, там, все, уже проблемы с аккумулятором. Да, я потом купил тоже Вартовский, тоже хороший Сильвер Варту купил, то есть сотку, поставил, ее хватило на 4 года, я потом психанул и поставил АДЖМ, все. И вопрос закрыт. У нас тоже сейчас на всех практически АДЖМовские аккумуляторы, намного надежнее, скажу, они просто... Ну, для лебедки. Три с половиной тысячи циклов, они, да, и они... И для лебедки, она же быстрее заряжается. Да, вот и все, вот это вот. Итак, подытожим. Вот, давайте так, мои впечатления по поводу этого автомобиля. Мне нравятся эти Defender, особенно мне очень сильно нравятся Defender нового поколения. Ну, еще в 90-м кузове, коротыш, 5 литров, что это вообще просто будет ехать. Не обязательно 5 литров, для 7 достаточно, там, 110-й серии, обычного, длинного, которого вы можете превратить в какой-то хороший экспедиционник. И автомобиль, которым вы будете ездить на каждый день. Что и делает хозяин этого автомобиля, использует, ну, реально по назначению. Ну, тем более, с таким салоном, реально с комфортом, вы видели, который... Ну, просто, реально кайфово. Кайфово, катаетесь, ну, достаточно в меру экономично. Это вам не 4, не 5 литров, какая-то малолитражка, но он не может меньше есть. Он так и должен есть, там, 10-12 литров. На дальники вы на нем спокойно, комфортно доедете. Дизайн такой, ну, какой должен быть, алюминиевый кузов. Все оно такое должно быть у вас, понимаете. Достаточно легкий кузов, надежная, выносливая рама, хорошая ходовая. И автомобиль на каждый день, да, но не с суперкомфортом, потому что, вы понимаете, Land Rover, ну, так он сделал, увы, что у вас очень мало места. Мешает вам дверь, немножко нету того комфорта дизайна, которого бы вы хотели получить с других автомобилей. Но он в этой форме, он как был в 48-м году, он так и остался сейчас. Вот этого же дизайна. И, как сказал хозяин этого автомобиля, вы как купили его за те же деньги, вы его реально, ну, практически за те же деньги и продадите. Это не те современные автомобили, которые вы будете покупать там басословные деньги и терять на них не то, что 30% после салона, а реально 50 и 100% и больше потом, чтобы хотя бы их вернуть, компенсировать. Это так же, как и наши патролы, вы его купили когда-то там за 10, он 10 и стоит по сегодняшний день, там, скажем, 60-я патролы, они так и есть, все, это его цена. Такая же цена у Land Rover, хоть и он перестал выпускаться в 2016 году, но он и остался любимым многим-многим джипером, которые себя связывают с оффроудом, которые кайфуют от того стиля жизни, как и мы живем, который связан у нас с оффроудом, с путешествиями, с катанием по горам, не знаю, по любым интересным местам в нашей Украине и не только, поскольку, когда закончится эта вся вот блядская война, вот так вот только могу сказать, мы обязательно отправимся в путешествие в наши горы, в первую же очередь мы поедем, съездим в горы, покатаемся, проедем по всем нашим старым местам, а в дальнейшем, я думаю, что мы отправимся еще и по Европе, покатаемся и по Румынии, и по Молдове, и самое главное, что мы приедем на наших недорожниках куда? В Крым! Мы приедем в Крым, поездим там на Ай-Петрис, ездим и так далее, и проедемся на наших внедорожниках и с нашими джиперами, которые сейчас захищают нашу Украину, освобождают наши территории от российских оккупантов, и мы обязательно с ними это сделаем и проедемся по нашему Крыму, поэтому я надеюсь, что это все будет очень быстро и скоро, и вы увидите уже следующее видео, ну следующее, я думаю, вряд ли, но я надеюсь, что это будет, чтобы мы могли отправиться и Дефендеры, и Патролы, и Гелики отправились в Крым, и покатались по нашему родному Крыму, поэтому вот так вот мы рассказали вам все впечатления про Дефендер, очень хорошая, шикарная машина, машина и на каждый день, и для путешествий, и если вам нужно, выехав на какой-то оффроунд, это, я бы так сказал, основная идеология Land Rover, что если вам нужно съехать с основной дороги куда-то, то он вас вывезет откуда угодно, но это так и должно быть, так и должны быть, по-моему, все автомобили, потому что они выполняют основную функцию, они вас везут, если они куда-то там заехали, куда вы не ожидали, ну просто случайно, то он вас вывез, а не вы там остались и думали, как вас там забрать эвакуатором или еще чем-то, поэтому шикарный классный автомобиль, хороший, реально ценится, тем более еще в этой комплектации SVX, вы слышали, что их выпущено всего лишь 600 штук в мире, 600, вы прикиньте, это один из 600 выпущенной на нашей планете, ну кайф, реально кайф.